Спустя 76 лет боец возвращается домой. Поисковиками Союза поисковых отрядов Украины в марте этого года были найдены останки солдата Родиона Табинаева. Накануне их передали депутатам Госдумы из Бурятии для торжественного захоронения со всеми воинскими почестями. Подробности в сюжете. Опознать сержанта смогли по медальону и записке. Среди найденных рядом вещей – ложка, пряжка от солдатского ремня, мундштук и пуговицы от шинели. Младший сержант Родион Григорьевич Табинаев пропал без вести 15 марта 1943 года. Именно тогда несколько советских дивизий попали в окружение немецких войск под Харьковом. Погиб солдат под селом Васищево. Та работа, которую ведут сегодня поисковики, это работа, перед которой мы преклоняемся. Она, конечно, очень сложная и трудная работа. Но некоторые говорят, ну вот среди этих миллионов, ну вот каплю в море, вы нашли одно-два имени. Разве стоит из-за этого так трудиться и долго работать? Стоит. Стоит потому, что многие все еще ждут возвращения своих родных домой. Миссия по передаче останков салата на родину стала международной. Медальон расшифровал эксперт из Минска. Родственников нашла волонтер-поисковик из Тольятти. А харьковчане-белгородцы оформили необходимые документы и организовали перевозку через границу. Свою помощь в передаче останков родственникам в Бурятию предложили депутаты Государственной Думы Николай Будуев и Ильдар Бегбаев. Жители Бурятии воевали в СССР и под Москвой, и на Украине, и здесь. Поэтому для нас чрезвычайно сегодня важный день, важное событие, потому что не просто солдаты возвращаются домой, возвращаются и надежда на то, что и другие воины, которые пропали в бизнесе, они также будут когда-то найдены, родственники смогут узнать обстоятельства гибели, посетить могилы. Мы очень рады, что в очередной раз государство совместно с поисковиками оказывает эту работу, и государство поддержало нас в этой инициативе, и сегодня состоялось это мероприятие, где торжественные останки будут отправлены к месту их погребения. Роман Абасов также передал депутатам, которые будут сопрождать останки бойца на родину, медаль «Шагнувший в бессмертие». На траурной церемонии владыка Иоанн прочитал заупокоенную литию. Уже на протяжении 8 лет белгородские поисковики тесно сотрудничают с украинскими следопытами. Ежегодные отряды находят около 300 останков советских солдат. Помочь вернуть домой даже единицам – уже результат, и это понимают все. Если бы не они, мы бы тут не стояли. Если мы даже не знаем их имена, мы должны все равно учтить память и помнить наших героев. Люди, когда им отдают своих родственников, им в любом случае будет приятно, и это остается какая-то память. Если человек будет просто потерян и не найден, то самим родственникам их будет самим по себе труднее жить. Элла Машир, Сергей Драчев. К этому часу Белгород.